и снова приветствую всех на канале я наталья и мои подписчики знают что несколько дней назад я затеяла ремонт в офисе два дня лакопокрасочных работ не прошли даром и сегодня покажу маленький обзор что же у меня получилось как я уже говорила два дня работы не прошли даром вот такой красивый цвет и вы видите стеночку которая была испорчена которая поклеила обои и покрасила их и вот ничего не видно все ровно и даже цвет просто все перекрыла я покрасила окно снаружи еще раз буду красить и вот эти рамы внутри покрасила двери тоже в некоторых местах подкрашу и красивый цвет стен и сегодня буду стелить карпит на пол по-русски как мне уже сказали это ковролин вот он у меня размер 50 на 50 плотный и с другой стороны есть направление которое надо соблюдать чтобы борс у нас смотрел в одну сторону и я уже вот разложила тут примерно так прикинула как он меня будет идти и конечно же порожек вот он у меня состоит из двух отрезков хотя тут совсем не видно перехода вот вы видите отрезана и я отрезала полоску снизу сейчас покажу отодвину вот обязательно чтобы вот эта часть смотрела вашу верхняя часть перекрывала ее вот так вот будет так тут все ровненько и вплотную будет идти следующий отрезок вот так и здесь у нас будет так вот такая вот панель железная это все будет ровненько и все у нас везде будет закреплено и никакой мусор попадать не будет такая же панель будет со второй стороны я уже вырезала вот такие тоненькие вот так же будет там все перекрыто это уходит под низ и перекрывается вот так вот все прикрутиться и все у нас будет отлично ковролин приклеивается вот на такой двухсторонний скотч это специально для ковролина он широкий и очень удобен в работе порожек у меня подклеил скотч везде и все стыки где у нас будут обязательно также проклеить по краю вот я также подклеила скотч с этого краю и теперь укладываем таким образом и ручкой отмечаем где у нас будет следующее место будем подклеивать скотч подводим следующую и также отмечаю и вот у меня тут отмечено так скотч всегда сначала приглаживаем и затем выпускаем весь воздух чтобы у нас все хорошо держалось скотч у меня везде подклеен и сейчас первую очередь буду приклеивать планочки вот все совмещу вот этим перекрою и как я уже говорила следующий отрезок пойдет вплотную защитный слой скотча я сняла и теперь вплотную все совмещу и приклею ну вот какой у меня красивый порожек получился и теперь вплотную подклею следующий отрезок ну вот мой порог готов один лист приклеим и теперь также снимаю следующий скотч и подклеиваю следующий скотча я снимаю ровно столько сколько подклеиваю чтобы ничего не прилипало лишнего труднее всего подогнать углы вот чтобы не лепить куски я отрезала и вот этот отрезок идеально садится на вот это место ну вот все у меня идеально подошло и теперь продолжу подклеивать отрезки дальше боя тут все подгоняем видишь как у меня все идеально и по рожек только там этот старая вот это будет новая вот все у меня посмотри ну что ж мои дела продвигаются комната не квадратная так скажем и все надо подгонять но ничего я справляюсь на сегодня я сделал достаточно много работы все края у меня аккуратно подрезаны и наконец-то убрали старый сейф вот тут осталось от него вот такая вот и у меня нашелся подходящий ключик 13 размера сейчас я все это откручу обзор обзор работы на сегодня вот завтра все эти углы мне надо будет подрезать и все заделать и конечно пойду куплю такие маленькие плинтуса и пущу по краю чтобы все было аккуратно это конечно занимает время все вот это подрезать но я люблю чтобы все было идеально вот тут даже не видно стыков вообще я даже сама их не вижу сегодня я ужасно устала замучилась подрезать все уголки все подгонять чтобы было все идеально поэтому сегодня иду отдыхать завтра с утра магазин и на работу утро следующего дня сегодня 10 августа завтра 11 как я уже говорила в предыдущем видео завтра я лечу домой и сегодня я решила показать вам как вырезать вот такой вот сложный угол если вы не строитель и у вас нет специальных приспособлений сейчас покажу как это можно легко сделать заодно и проверим кто в школе учил геометрию ну что ж приступим я взяла отрезок ковролина перевернула его наизнанку вот он такой же как и все остальные и сейчас покажу как высчитывать так так как линеечку возьму будем ориентироваться что вот здесь вот у нас середина и нам надо сделать выкройку так скажем в зеркальном отражении поэтому отмечаем вот эту ширину она у меня 41 сантиметр вот я ее отметила в зеркальном отражении все углы это у нас будут параллели вот одна параллель 2 3 и 4 и конечно все вымеряю все расстояния вот эти и все параллели проводим вот они теперь как я уже говорила отмечаем вот эту сторону 41 сантиметр отмечаем вот это по моему это у меня 20 сантиметров вот я отметила отсюда от угла 30 сантиметров я отметила и вот этот кусочек который у нас по низу остался также отметила теперь нам остается просто соединить все точки и вот что у нас получается по этим местам мы подрежем и перевернем и получается у нас полностью все красиво ляжет для того чтобы легче ориентироваться вот видно я туда же начертила вот эти параллели все синеньким вот они у меня и их отметила в зеркальном отражении ну что сейчас я иду все подрезать и покажу вам как все легло для того чтобы у нас все ровненько получилось обязательно нужна железная линейка и острый ножик и теперь все подрежу ну вот все у меня подрезано идем примерять укладываем это у меня еще скотч приклеен и посмотрите все как ровно легло здесь все подклеится все у нас красиво теперь можно снимать скотч и подклеивать ну вот еще раз покажу все аккуратненько все сделано здесь у нас будет плинтус вот мой уголочек и никаких стыков ничего не видно но надеюсь по моей инструкции вам будет не трудно уже вырезать следующий отрезок только что с магазином купила серебряный порожек и вот такие речки уголки у меня тут все инструменты ну что ж приступлю к работе ну вот я уже маленькие плиту плинтуса подогнала и на другой стороне но меня уже прогоняются работу поэтому все остальное уже потом надеюсь мои советы кому-то пригодились так вот еще тут я старалась